Идея научных сотрудников создать подобную выставку подкреплена большим желанием рассказать брещанам о крепостях, которые были такой же бастионной системой укрепления, как Брестская. Являются ее ровесницами и создавались они для укрепления западных границ Российской империи XIX века. Для того, чтобы брещане и гости Бреста почерпнули новые, довольно любопытные факты, историкам пришлось немало потрудиться. За информацией они обратились в шесть музеев, в их числе Севастопольский, Варшавский, Бобруйский, Центр военного наследия города Каунас, Республики Литва. Таким образом, появился полноценный международный проект и приурочен он был к 175-летию Брестской крепости. Ровно столько лет прошло с момента введения Брест-Литовской крепости в число действующих крепостей Российской империи. Мы старались проследить историю этих крепостей с момента строительства, возникновения, их модернизации в разные исторические периоды. Все эти крепости затронула, кроме Севастополя, Первая мировая война, поэтому события развивались по-разному. Некоторые были еще до Первой мировой войны упразднены, но потом введены снова число действующих. Конечно же, не обошла эти крепости и Вторая мировая. На территории некоторых из них шли боевые сражения, а на территории некоторых были лагеря для заключенных и еврейские гетто. Поэтому мы постарались до сегодняшнего момента, до сегодняшней истории, проследить историю этих крепостей. На выставке представлены схемы, планы крепостей и отдельных укреплений, снимки. По ним можно проследить, как менялись постройки, как отдельный период времени мог кардинально поменять их вид и предназначение. Экспозиция заинтересует брещан своей уникальностью, причем интересна она будет как взрослым, так и школьникам. Тем, кто хочет узнать историю, культуру, может быть какие-то достопримечательности соседних стран, но я думаю тем, кто занимается фортификацией, потому что объединяет эти крепости, во-первых, бастионная система, которая пришла на смену средневековой фортификации, и объединяет и авторы этих крепостей, многие строители, руководители строительных работ всех этих крепостей, многие были одни и те же люди, это генералы и Карл Иванович Оперман, полковники Константин Иванович Фельдман, поэтому многие другие, другие, поэтому вот это вот нас объединяет. По словам куратора выставки, данная экспозиция только первый этап, процесс работы оказался настолько интересным и познавательным, что историки решили собрать еще больше материалов, в том числе о крепостях других стран и представить любопытные факты в будущем посетителям музея. К тысячелетию города Бреста сотрудники мемориала «Брестская крепость-герой» запланировали сделать немало. Один из секретов, которым они поделились – музеификация форта номер 5, создание здесь музея фортификации и вооружения, а для этого потребуется осуществить огромную работу. Документы на данные объекты мы же передали в Министерство культуры и Министерство культуры России на согласование, поэтому надежды есть, они не умирают, я уверен, что это будет выполнено. Мы планируем здесь, в Пятом форту, создать в буквальном смысле объект музейный, не просто фортификационный, но еще и показать, и сделать так, чтобы нашим посетителям было удобно здесь. Это будет, естественно, проведены реставрационные, ремонтные работы. Надо объект создать достойный для посещения. София Бережная, Дорбакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания, БУК-ТВ.